и здрасте всем друзья привет уленьки до старая ферма и вышло но у меня сегодня у вас получается вчера новая официальная dlc премиум expansion для этой самой 22 ферма и мы его сегодня своим посмотрим добавлена новая карта добавлено 3 новых культуры и добавлено 35 плюс новых всяких классных штук поэтому давайте создадим новый сейф на этой самой новой карте называется зеленка видимо польское название добавляем а его даже не надо добавлять он сразу выделен его нельзя снять разумеется карта же модовская экран загрузки какой-то прям странный да без пацания с подсказками ладно но тут кстати выглядит прям красивенько слушайте ну и как же выглядит эта карта в принципе очень похоже знаете на модовские польские карты с вот с кучей таких вот узких полей из новых культур друзья добавились получается свекла морковь и пастернак причем в переводе вот это вот красная свекла и сахарная свекла везде просто называется свекла или свекла 1 свекла 2 свекла миленькая кстати есть уже поля которые засеяны у нас новыми культурами поэтому мы даже на них сможем посмотреть шейдеры прогружаются трехи подлагивает на старте реклама platinum expansion отличный план 2 season pass тоже реклама если что это дополнение включено во второй season pass что давайте мы наверно вот это вот поле возьмем и над ним поиздеваемся посмотрим новые культуры по карте друзья бегать я не буду в принципе вот так она выглядит есть на ней поезд электро локомотив видимо на карте есть лесопилка на карте есть плотницкая на карте есть фабрика консервов на фабрике есть пекарня на фабрике на на карте до суповая фабрика есть и картофель и перерабатывающий завод плюс все устанавливаемое производство доступны плюс можете скачать другие какие хотите с интернета вот эти вроде как на чуть ли не минусовые по рентабельности дефолтные которые идут они в общем-то мало кому нравится но вообще дефолтная карта как правило сделано красиво правильно сделано удобно и я сомневаюсь что это исключение будет всего четыре стадии роста у нас у свеклы о новой моркови тоже самое четыре стадии роста и пастернак тоже самое четыре стадии роста высаживаются они с апреля по июнь мы убираются с августа по аж по ноябрь но то что текстурки засеянного поле выглядит хорошо это в общем то ни для кого не секрет правда между 1 2 стадии я как-то особо разницы не заметил может быть вы на склейке увидите 3 уже такая нормальная но и созревшие выглядит хорошо кстати вот мне нравится опять таки все что делается по дефолту она все делается красиво и хорошо про морковь тоже можно сказать выглядит намного красивее чем модовская морковь которая на всех картах модовских присутствует ну мне по крайней мере нравится больше вы уж извините но и пастернак соответственно вообще новая культура и и по моему ни на каких картах никто обычно никуда не сую с культурами в общем то понятно давайте технику посмотрим это самое интересное premium expansion что у нас сюда добавлен 35 единиц принципе много всего давайте все разберем покупать я это все не буду но модельки мы посмотрим и первый у нас вот такой вот пикапчик прикольный грузовичок кстати я обычно легковушками лично не пользуюсь опять-таки тоже под брендом lizard то есть никакой лицензии здесь нету но выглядит добротненько с фаркопом на 23 поддона сюда по-моему можно смело положить красится эта штука у нас тоже красится в любой цвет но и опыт у нас тоже красится можно добавить несколько дисков именно не шины меняются а диски прикольно далее у нас идут три трактора целик вине 57 я не знаю что это за фирма 59 лошадок у него маленький бак на 20 литров короче такой маленький трактор без крыши моделька разумеется хорошая вполне себе интересный агрегат кстати далее тоже видимо старенький такой затор на 150 лошадок не сильно скоростной но в поле он принципе будет справляться с не сильно большими агрегатами тоже меняются шины широкие противовесы бла-бла-бла можно повесить сюда противовес встроенной наперед и можно его покрасить в два цвета синий или красный пойдет и друзья старый добрый fiat dt по моему именно такой трактор только оранжевый был хотя нет тот немножко отличался который был в 19 ферме два двигателя тут доступно 160 180 лошадей 40 километров в час он ездит коробка разумеется ручная довольно таки большой выбор шин здесь у нас и разумеется колеса задние двойные противовесы тоже все настраивается буфер это брызговики у нас перед ним можно поставить можно снять крепление фронтального погрузчика несколько видов и не красится он оранжевый тоже у меня почему-то dt в голове есть но он был немножко другой тут ну и ладно далее у нас есть три таких штуки для травы производства от этого самас и почему-то думал что трактор такой но нет в общем-то пара косилок передняя на 3 4 метра и задняя на 9 и 4 метра для разнообразия в принципе вместо тех которые идут петингеры уже всем заезженные может быть пойдет и друзья вот такая волковая жатка навесная шириной на 9 метров тоже имеет место быть устанавливаемая система распределения границ то есть куда волок сбрасывать влево вправо посередине можно настроить судя по скриншотам друзья вот эта косилка умеет собирать волок некоторые на глаз могут определить если здесь такая система я честно говоря не знаю она вроде как умеет это все волок собирать далее два полоника у нас есть это видимо именно полоники которые не мотыги а чисто с первой стадии роста справляются 45 лошадок четыре с половиной метра и 60 лошадок на 6 метров чуть побольше но цвет лично для меня какой-то такой очень яркий бросающийся в глаза может это мое такое мнение но как есть прицепчик трехосность поворотной передней осью 7 тонн всего грузоподъемность у него как-то маловато мне кажется если играть с включенным лимитом по весу общен прицепле погрузки тюков 14 кубов 28 кубов крышку можно снять колесики разные можно выбрать цвет покрытия тоже можно выбрать что изменилось а цвет крышки можно выбрать это вот эти вот форм так дтк вот я ими пользовался этими прицепами мне больше всего нравились в 19 ферме там правда маленькие были на 21 куб которые по моему это именно они были но опять таки могу ошибаться далее идет вот такой прекрасный навоза разбрасыватель выглядит не чёток ассортимент в принципе пойдет тоже пару колесиков здесь есть различных 12 метров ширина 20 кубов заполнения для маленьких полей само то далее вот такой культиватор точнее это дисковая барана судя по тому что это диски четыре с половиной метра тоже может пригодиться далее сейлка трехметровая узенькая но с большим баком на 3000 литров все она заправляться будет ездить редко также она идет с культивацией то есть для точного земледелия она прям пойдет на ура правда ширина 3 метра но как-то прям совсем мало далее уже такой большой дискатор мне кстати нравится 330 лошадок требует 10 с половиной метров очень даже вполне себе пойдет маленькая этот колесная база то есть он будет довольно таки проворным далее культиватор уже который прям именно не не дисковая прям культиватор культиватор 12 и 3 метра но требует 550 лошадок как-то многовастенько и еще одна сейлка уже на 6 метров с бункером на 6 кубов уже правда здесь и семена и удобрения 220 лошадок и тоже она с функцией культивации в общем то выглядит более менее норм далее переходим на фирму беднар опять-таки небольшой культиватор судя по всему он складывается с 8 метрами по дорогам нигде не проедешь далее трехметровый чизель культиватор ух какая бандурина интересно 250 лошадей правда требует ну как плуг работает и можно еще сюда добавить удобритель вот это прикольно культиватор с удобрял кай сразу также есть вот такая вот селка шириной 9 метров навесная это что-то странное она без культивации без удобрений и в ней нет бункера а бункер надо брать тогда еще вот этот насколько я понимаю 5 кубов можно добавить дополнительный вес сюда и колесики тоже немножко поменять насколько я понимаю вот это вот хреновина цепляется то ли к этой удобрял ки который с чизелем идет оли к этой силки и такой вот пара это все дело работает забавно надо будет как-нибудь попробовать далее друзья поливал к 27 метров или 30 метров или 33 или 36 можно навесить 8 кубов объем функции сиен спрей у нее нету соответственно для точного земледелия для опрыскивания гербе сынами она не подойдет и еще одна поливалка с большим бункером на 13 с половиной кубов то же самое можно развесить до 36 метров разброс она как по мне выглядит предпочтительнее просто за счет того что бункер побольше точнее не бункер а бак и друзья от этой же самой фирмы самоходная поливал к с довольно маленьким баком на 6 600 всего но все-таки самоходная такая хреновина то же самое 36 33 30 и 27 метров ширину разброса можно настроить узкие шины это я не сказал бы что сильно узкие шины но урожая не портить не будут выглядят они явно лучше чем обычные узкие шины и мне честно говорят узкие шины на тракторах особенно немножко глаза мозолят иногда далее новая какая-то хреновина делает борозды или борозды куда потом можно посадить овощи рекомендуется использовать колесные грузы на тракторе вот мне прям стало интересно это попробовать также есть подобное хреновина только побольше же захватом и для наших новых культур идет особая сажалка вот ровно на три культуры она как раз 3 метровый вариант бункер 16 литров всего или 6 метровый вариант с бункером на 32 литра как-то маловатенько далее для трактора навесная штука теребильный комбайн вытаскивает овощи из земли ширина всего лишь 0 8 метра бункера я у него не вижу то есть он сразу куда-то высыпает это все дело сейчас посмотрим как это работает также еще одна такая же хреновина на с такими же абсолютно полностью параметрами выглядит только чуть-чуть по-другому и стоит чуть-чуть подороже чем разница честно говоря не знаю далее уже более серьезный агрегат тоже подцепляется к трактору здесь уже есть бункер на пять с половиной кубов но ширина все равно 0 8 метра видимо на одну борозду это рассчитано то есть по каждой борозде нужно ездить собирать вот эта хреновина уже на полтора метра она как видите на две борозды на и бункер здесь чуть-чуть побольше еще одна уборочная хреновина на одну борозду без бункера идет в комплекте она какая-то прям здоровая в чем у нее прикол не знаю есть подозрение что он прям на землю будет сыпать и друзья наверное самая интересная штука это самоходный комбайн для всего этого дела опять-таки что-то бункера я здесь не вижу но вроде как должен быть ширина 3 метра на 4 борозды сразу убирает все три новые культуры сейчас мы с этим поразвлекаемся посмотрим как это новое все работает есть еще вилы для поддонов ковш на 2000 литров и вот такая вот штука поддон с овощами которых можно купить до четырех штук ну и давайте друзья тогда купим себе обновочки немножечко денег у нас появилась давайте купим вот эту вот хреновину для борозд 270 лошадей что значит рекомендуется использовать колесные грузы на тракторе честно говоря без понятия давайте возьмем сажалку тоже на 6 метров 32 литра бункер и друзья возьмем именно корнеплодную вот эту самоходную машину именно ее и возьмем ну и два трактора надо обязательно возьмем два фэнда пофига ки даже три надо и какой-нибудь прицеп для сбора тоже нужен давайте вот этого рудольфа возьмем не знаю почему просто так так вот эта штука у нас делает борозды поехали посмотрим как это работает о это как раз наше поле она уже как раз закультивирована да да но как раз закультивирована даже ничего делать не надо поэтому поехали как непривычно с автозапуском двигателя то однако раскладываем вот эту хреновину опускаем ее в землю и включаем ее и она делает вот такие вот борозды ха забавненько однако давайте 2 рядочек сделаем давайте сделаем 3 рядочка и посадим каждой культуры по одной не знаю зачем просто интересно на них посмотреть я думаю так вот пойдет этого должно хватить этот трактор мы оставляем здесь погнали возьмем из магазином как раз рядом с базой находится что приятно нашу вот эту вот новую сажалку посмотрим как она работает ну да еще же себя надо купить семена покупаем один поддон крышки открылись он его увидел и он наполняется несмотря на то что 32 литра они он заполнил нормально 32 именно ну погнали посмотрим сколько он будет расходовать видимо семян на эти культуры будут уходить прям мало раскладываем селку забавненько пойдет давать ее тоже опустим и засеем этот ряд свеклой семена тратятся честно говоря особой разницы в текстуре не вижу чуть-чуть темнее она стала и все семена кстати тратится и если мы дальше едем него не по этим бороздам ну ладно на что поменять семена ее надо выключить ладно давайте морковочки тоже засеем начнем прямо вот отсюда здесь текстура от сажалки обычно идет интересно будет ли она засеиваться не в бороздах сейчас мы в общем то об этом узнаем но расход семян прям маленький маленький у этого всего дела посмотрим как мы до дела это будут впихивать свои новые карты но и пастернак тоже давайте засеем одну борозду одну проходку точнее на 6 метров но вроде как готово но и все тогда мотаем друзья время я отключил сезонный рост это дело выросло необязательно в этих самых бороздах выглядит конечно здесь поприятнее но сажать можно и чем-то в бороздах удобрено а здесь неудобрено видимо урожайность если вот это вот предварительно обработать будет получше плюс я сорняков не вижу именно в самих бороздах они есть вокруг там где засеяно а в самих бороздах сорняков нету что в общем то тоже забавно но и до стадии удобрения внеслась здесь и текстурки определенно выглядят намного интереснее чем те которые мододела делали мне нравится намного больше так а вот зиму придется промотать видимо чуть-чуть побыстрее честь снег выпал какого-то ляда урожай созрел надеюсь никто хоть растает все снег растаял 15 часов дня погнали попробуем эту штуку убрать вот такая вот здоровенная хреновина слушайте выглядит она довольно мощно одно заднее поворотное колесо куча каких-то картиночек на мониторах но это просто картиночки хотя в теории это видимо камеры но ладно выглядит довольно таки ничегошно но опять-таки стандартная техника мне всегда нравилось там всегда модели делают хорошие звуки у нее тоже прикольные ну что давайте раскладывать тогда она до бункера то у нее нету шириной на на четыре борозды и не знаем что она на землю будет высыпать это все дело нет давайте опускаем тогда эти конвейерная лента сразу же заработала ну и попробуем все это дело пособирать да она достает и анимация даже есть а куда она все девается она все высыпается просто на землю только я на земле этого всего дела не вижу листва осыпается урожая моего нет я понял ладно нанимаем тогда работника работник стоит хорошо курс по автодрайв у меня здесь не подключены но я нашел на нашей ферме какой-то трактор с прицепом сразу кстати fiat тоже модовский вот этот идет новенький работник заглушил свой двигатель да нет но стоит и ждет ну и в общем-то отсыпает кстати отсыпает не сразу то есть там в комбайне какой-то процесс сначала проходит я попасть не могу еще попадем сыпет на землю зараза все она пропадает надо работать ровно это интересно ну что-то высыпает как-то разворачиваться будешь поехал разворачиваться нормально все уже догадается что надо да догадается что влево разверну я просто со стандартным работником даже не знаю как себя вести даже как-то разворачивается адекватно слушать черт еще из коллизи камерой года нету давайте попробуем это все дело убрать меня прикалывает что он не сразу начинает сыпать то есть он сначала там пока она дойдет до конвейера это забавно это вот технология с золотого колоса там конвейерной ленты тоже такие есть а если уехать пока она не до грузится она конвейерной ленте что-то осталось он закончил работу и продолжает сыпать а если уехать из-под этого самого из-под конвейерной ленты он продолжит высыпать на землю здесь она просто исчезает но забавно но свекла выглядит похоже на свеклу соответственно пастернак выглядит вот так вот и соответственно морковь выглядит похоже на морковь так или иначе мне нравится больше чем моноделовский кстати текстурки но опять таки это я уже много раз говорил не знаю в общем то что сейчас у нас изменится на модовских карта где была морковь будет ли там что-то меняться опять-таки на в марш на котором вот я сейчас снимаю карьеру будут ли там что-либо под это дело подстраивать но новая технология новые прикольные агрегаты в принципе делся имеет место имеет право на существование лично мое мнение а ваше мнение о всем что я сказал вы пожалуйста напишите комментарии интересно будет почитать такой вот обзорчик у нас получился небольшой в общем то сами решайте покупать его или нет хотя как правило и мне кажется люди делятся на две категории у кого есть сезон пассы и соответственно у них есть все делся или люди которые вообще не тратят деньги на делся я говорю о тех кто покупает игру они качает народные версии опять-таки техники много вроде как ничего нового но все равно разнообразие будет приятно и на самом деле в плане уборки для меня более предпочтительно выглядит наверное какая-нибудь вот такая вот хреновина который идет с бункером куда этот самый урожай будет попадать правда ширина на одну борозду такое себе и как он будет работать современным курс плеем тоже пока не понятно но об этом мы узнаем потом на этом друзья у меня все всем огромное спасибо за просмотр учен остановился здесь непонятно а спонсором огромное спасибо за поддержку с вами был никита зелы всем покаки карта кстати выглядит вполне себе хорошо прикольные дорожки травка вполне себе интересная домики вот эти вот вполне себе симпатичные старенькие такие вроде польши но напоминает какой-то совок всякие площадочки церквушка вроде какая-то знаете мне она нравится вполне себе куча вот этих вот узеньких полей до пейзажики здесь вполне себе очень даже я вам скажу домики вот эти деревенские тоже вполне себе прикольненькие